Гематологические типологии. Ну и зависимость группы крови от характера. Разумеется, здесь есть некоторые, как бы сказать, плюсы, есть некоторые минусы, есть некоторые легенды, но есть и довольно интересные, как бы сказать, концепции подходов, в частности, Петр Францевич Лесгов, который как раз именно с точки зрения крови, как бы тоже строил свой подход. Ну, давайте все-таки начнем вот с чего. Кровь – это достаточно важный компонент нашего организма. Кровь, всего порядка пяти литров крови у человека, и определяется где-то около 8% от массы тела, как бы, да, человека. Кровь состоит из плазмы, плазма, включая в себя белки, минеральные вещества, натрий, калий, магний, хлор и кальций в виде ионов, и некоторые другие компоненты. И также есть эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. А функциями крови являются, первое, это перенос положительных питательных веществ и транспортировка углекислого газа по организму, второе, это распределение тепла по организму, третье, обеспечение водно-солевого обмена. Кстати, может быть, вы, когда кровь на вкус пробовали, вы обращали внимание, она соленая немножко, с металлическим отливом и соленая. Вот, водно-солевой обмен. Кстати, по поводу крови тоже такой очень интересный вопрос, практически напоминает морскую воду, да, вот, то есть, откуда мы когда-то вышли, ну, не прямо люди вышли, мы же не водолазы, с вами дикие, вот, а вот с точки зрения развития эволюции, что мы вышли из водной среды. Следующая, четвертая, доставка гормонов и других регулирующих веществ к различным органам. И, наконец, пятая функция, это поддержка постоянства внутренней среды, поддержка постоянства внутренней среды и иммунная функция. Группы крови делят обычно по двум таким классификациям. Это нулевая группа крови или в скобочках римская единица, первая группа крови. Ну, кстати, классификация идет по наличию или отсутствию агглюциногена, это склеивающий фактор. Вот, вторая группа крови, это группа крови А, в скобочках двойка, вторая группа крови. Третья группа крови, это Б, Б, латинская, и в скобочках тройка, римская. И четвертая группа крови, это А, Б, в скобочках четвертая, четверка римская. Четвертая группа крови. Кроме группы крови, также наличенствует резус-фактор. Что такое резус-фактор? Это антиген белок, он находится в эритроцитах. Вот, если резус-фактор в крови наличенствует, а это есть у приблизительно 80-85% людей, тогда пишут резус-фактор положительный. Если этого антигена нет, тогда резус-фактор отрицательный. Зачем резус-фактор необходим? Он необходим при переливании крови. Теперь у меня к вам небольшая просьба, запишите, пожалуйста, вашу группу крови и резус-фактор. Сейчас, чтобы далее мы немножко обсудили, что же они из себя представляют и вообще, что это так. Пока вы это пишете, я объясню, что переливание крови обычно проводится с учетом одноименной группы крови. Но, как бы сказать, есть и некоторые нюансы. Допустим, несовпадение резус-факторов, которые, в принципе, приведут к чему? К тому, что кровь не будет принята. Правильно? Иммунная система организма. Есть еще один небольшой момент. Владельцы четвертой группы крови очень везучие люди. Допустим, первая группа крови годится для первой группы крови переливания, вторая группа крови для второй, третьей, для третьей, для четвертой группы крови можете записать, годится любая группа крови. Но, если срочно потребуется группа крови, да вот какая-то, и окажется только представитель четвертой группы крови, вот тут уж извините, четвертая группа крови для переливания годится только для четвертой группы крови, только для себя, только для личного пользования. И ни для кого другого нет. То есть вот для четвертой группы крови любая годится, но она годится только для своих, для переливания. Вот так вот интересно устроено. Теперь давайте посмотрим следующее, что в принципе по группе крови ребенка можно определить отцовство или как бы установить отсутствие отцовства. Существуют отдельные таблицы, я их тогда отдельно в лекции продемонстрирую. А сейчас нам важно следующее, что вероятность наследования резуса через несколько поколений существует достаточно. Допустим, у родителей положительный резус-фактор, а у ребенка внезапно появляется отрицательный резус-фактор. В чем связано, через несколько поколений резус-фактор снова в генетике появился. Вот так он идет. При вынашивании ребенка важно проводить исследования на совместимость резус-фактора матери и плода. Если у женщины, допустим, отрицательный резус-фактор, а у плода положительный резус-фактор, это будет группа риска с точки зрения того, что против плода вырабатываются антитела. Ну, бывает и групповая несовместимость. Гемолитическая болезнь новорожденного, когда несовместимость группы крови матери и группы крови плода. Бывает иммунная несовместимость, когда у матери первая группа крови, а у плода вторая группа крови, допустим, или иногда третья группа крови. Но мы с вами давайте немножко рассмотрим такие основные подходы с точки зрения определения характера владельцев каждой группы крови. Вот это будет, наверное, более интересно. Ну, давайте все-таки начну я вот с чего. Проблемой типологии характера занимались, типологией характера и моделей поведения занимались в нашей стране, допустим. Два довольно интересных человека. Петр Францевич Лесговт, именем которого назван физкультурный университет. Куликов, наш с вами коллега, он, кстати, обратил внимание в 80-е годы прошлого века на то, что у лиц сангвинического и холерического темперамента, а они лидеры, в принципе, по природе своей, в эритроцитах крови содержится два антигена, М и Н. А у меланхоликов и флегматиков либо М антиген, либо Н антиген, только один антиген содержится, допустим. То есть, оказывается, тоже немножко сказывается даже на темпераменте. Такой небольшой нюанс есть. Ну и давайте пойдем сначала по европейцам, после этого уже перейдем к японцам. Итак, Виндерлайн утверждал, что физические параметры сильнее психических, допустим. Да, вот такой подход у него был. Ну, здесь для нас важно, что, в принципе, немножко это также завязано на группу крови. Делекур считал, что группа крови проецируется на черты характера. И лица с одной группой крови имеют похожий темперамент. Лица с одной группой крови имеют похожий темперамент. Но гипотезу Делекура вы можете элементарно подтвердить, если знаете группу крови ваших родителей или ваших родственников. И вот посмотреть, насколько ваш темперамент совпадает с вашими родственниками, у которых такая же группа крови, как у вас. Это, кстати, очень интересно было. А Делекур считал, что, в принципе, на формирование характера влияет общение людей с одинаковой группой крови родственников. А еще японский исследователь Коэти Танако написал такую довольно любопытную книгу, которая называлась «Группой крови и характер». Коэти Танако, дальше, извините, будет еще несколько таких вот интересных фамилий. Еще один японец, Пашитако Номи, Пашитако или Пашитако Номи, описание группы крови по типам поведения. И Масахита Наоми, который тоже говорил о влиянии группы крови на характер и способности человека. Ну, давайте начнем, наверное, с последнего, а именно с Масахита Наоми. Итак, первая группа крови, согласно его классификации. Это, кстати, поднимите, пожалуйста, руку тех, кто первая группа крови. Вот как раз очень интересно. Вы так и сели друг к другу поближе специально, чтобы характер вырабатывать. Так, ну, ладно, давайте приступим. Смотрите, первая группа крови – лидер, энтузиаст, оптимистичен человек по своей природе. Целеустремлен и преуспевает в интересующих его областях деятельности. Таких людей мы можем назвать деловые люди. Вторая группа крови наличествует? Дальше, я понял. А у вас третья? Здорово, все представители у нас наличествуют, очень радует. Вторая группа крови – склонность уделять внимание мелочам, любят порядок, организованность, спокойно, аккуратно, цельность характера. Ну, дальше будет интереснее. Просто Масахита Наоми как бы начинает, как бы, да, вот это вот интересное описание. А вот дальше пойдут более подробные описания, которые будут. Третья группа крови. Готовьтесь. Творчество, нешаблонность в поступках. Гибкость, необузданность, созидательность. И высокая способность концентрации внимания. Пока я не комментирую, попозже, как раз, когда поподробнее рассмотрим эти подходы, это будет более интересно. Высокая способность концентрации внимания. То есть, когда нужно, очень хорошо концентрируется. Четвертая группа крови. Образное мышление. Способность к организаторской деятельности. Лидер. Дипломат. Рациональный в поступках и действиях. Ну, на самом деле, когда мы говорим о Масахита Наоми, здесь не очень подробно пока прописано. А вот дальше более любопытно. Итак, запишите. Пашитаке Наоми предложил классификацию на основе эволюционной теории развития человечества и движения народа в процессе эволюции. Ну, не нам так долго все это писать. Напишите. Эволюционная теория развития человечества. Каждая группа крови описывается с позиции эволюции человечества. Эволюционная теория развития человечества. Итак, первая группа крови. Самая распространенная в Европе. Этой группе крови свойственная. Энергичность. Общительность. Сильная воля. Стремление к лидерству. Но наличество – это еще две черты, которые немножко это портят. Это суетливость и амбициозность. Характер напористый. Они любят достигать. У них очень сильный инстинкт самосохранения. Но, что самое интересное, они привыкают к одному виду пищи и очень тяжело адаптируются к другим видам пищи, если приходится... Происходят какие-то изменения в окружающей среде. А если это случается, идет сильная нагрузка на иммунную систему, и поэтому в пищевом рационе таким людям требуется много белка. Скажите мне, пожалуйста, белок – это что такое? Мясо. То есть, это люди, которые бегают с дубиной первоначально. Дубины могут перестать в крови. Да? Совсем не променят. Убивают каких-то животных и едят много мяса. То есть, это мясо. Да, вот первоначально. Эволюционное происхождение, посмотрите. От первых обладателей этой группы крови требовалось много ума и смекалки, хитрости, находчивости, чутья от охотники. И поэтому человек этой группы крови научился очень важной особенности. Он умеет очень тесно взаимодействовать с окружающими. Потому что обычно первообладательный человек один воевать не мог с мамонтом. В принципе, мог, конечно, но это бессмысленно. И, естественно, умение работать с окружающими. Психологический портрет. Это лидер, уверенный в себе человек. Если перед ним стоит какая-то цель, он ее обязательно добивается и поднимается на вершину. В мужской модели поведения, в женской модели поведения тоже, но может иногда быть немножко более в мягкой форме. Это уверенный в себе человек, который готов сделать максимум для достижения поставленной цели. Из негативных черт – высокомерие, самовлюбленность. Но, что самое интересное, очень быстро восстанавливается, если возникают неврозы какие-то. Потому что он уверен в себе, и это очень многое определяет. Еще одна особенность – очень ревнив, суетлив и часто болезненно амбициозен. По характеру такие люди преимущественно воины, воевать. Еще они создают новую моду, новые направления, новые течения. Какие еще модели поведения? Ну, с точки зрения заболеваний я не буду как бы это говорить. Это не столь принципиально важно сейчас для нас будет. Итак, вторая группа крови. Для представителей этой группы крови свойственны старательность и обязательность. Они любят гармонию, порядок. А их главный недостаток – это, я об этом уже сегодня говорил, упрямство. Ну, я о Наталье говорил, да, упрямство. То есть, вот эта вот упертость определенная – это вот одна из чертов. Эволюционное происхождение. Тут уже интересно. Смотрите, если первая группа крови бегает с дубиной, завоевывает, побеждает, как бы, да, гордится, радуется, а если появляются враги, они их просто, ну, просто снова побеждают, как бы, да, тут все очень просто. И мясо, белок, в первую очередь белок. Со второй группой крови сложнее. Группа крови распространяется вместе с переходом к современному способу добывания пищи, а поэтому люди приспосабливаются к тому, чтобы прожить на территории с высокой плотностью населения. То есть, это люди, которые живут в городах. Вторая группа крови. Они должны подстраиваться под жизнь большого количества людей. И одна из главных черт, которые они приобретают, это способность жить на виду и в обществе. Первая группа крови на виду и в обществе может жить до тех пор, пока мясо не захочет или снова побеждать. То есть, здесь вот немножко другая функция идет. Вторая группа крови – это горожане. Кстати, первая группа крови – политический лидер. Религиозный лидер вписывается? Вполне. То есть, самое главное, что это завоевание, экспансия. А вот вторая группа крови – горожане. То есть, здесь люди должны быть аккуратными, опрятными, порядочными, дисциплинированными, скромными. Ну, еще вариант. Первая группа крови – это викинги, как мы их понимаем, да? А вторая группа крови, извините, это жители города, как бы, да? Поэтому все ровно, аккуратно, вот. Уважительное отношение друг к другу. Уважительное отношение к чужой собственности. И, в принципе, современному человеку удалось выжить только благодаря второй группе крови, потому что эта группа крови адаптировала людей к существованию в больших социальных пространствах. Это люди спокойные, терпеливые, чувствительные, сверхосторожные, предусмотрительные. Расслабляться преимущественно не умеют. Сильное внутреннее напряжение. Но они склонны прятать свое беспокойство, не демонстрировать его. Они терпеливы. И даже если они достигают вершин, допустим, власти, они очень спокойно и терпеливо относятся к другим людям, то есть нет жесткости, которая присутствует в первой группе крови. Первая группа крови более категорична в поведении. Хотя и легче переживает Китае. Вторая группа крови будет более тяжело переживать ситуации, все держать в себе. И отсюда многие заболевания, которые появляются, нынешние заболевания жителей мегаполисов, да, вот наиболее известные, это как раз вторая группа крови сюда идет. Вторая группа крови любит гармонию, успокойствие, порядок, гармонично работать с другими людьми. Но есть у них и негативные черты. Это упрямство, неспособность расслабляться и очень сильная погруженность в себя. Ну, учитывая то, что это наличествует, необходимо обязательно, чтобы каким-то образом шло снятие напряжения. Как снимает напряжение вторая группа крови? Это переедание, либо спиртное. Переедание, кстати, сладкое, да? Обратите внимание, женщины при помощи сладкого снимают стресс, мужчины при помощи спиртного. А когда все это расщепляется, что получается? И там, и там глюкоза. Глюкоза. То есть, в принципе, для обоих полов важна глюкоза для снятия стресса. А если появляется малейший дискомфорт, такой человек, в принципе, начинает занимать подчиненное положение. То есть, он не любит, когда что-то не так, непривычно. Он ненавидит конфликта. Третья группа крови. Такая немножко кошачья. Впечатлительность, спокойствие, деликатность. А индивидуалистичность. А такие люди легко ко всему адаптируются, но преимущественно себе на уме. То есть, они делают то, что они хотят делать. Если их заставляют делать что-то другое, они просто это не делают. Или находят причину этого не делать. Вторая группа крови адаптируется. Первая группа крови бегает с дубиной. И она адаптироваться не будет. Она это сломает все, или предложит новое, либо скажет, что это вообще не нужно. Да, вот вариант такой. То есть, это такие победители. Они не будут подчиняться. Но право. Но право. Эволюционное происхождение третьей группы. В результате миграции рас, живущих на африканском континенте, в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. То есть, это полукровки. Такие люди завоевывают новые земли, приспосабливаются к новым условиям жизни, к новому климату. Ну и справляются с последствиями смешения рас. Отсюда у них появляется изобретательность и хитрость. И если раньше это была изобретательность и хитрость, постепенно это преобразуется в созидание и творческие способности. То есть, это у них проявляется вот таким образом. Третья группа крови не нуждается в социальной гармонии, не стремится уживаться с другими. Они вообще-то индивидуальны. Они сами по себе живут, они знают, чего они хотят, и не надо другим рассказывать, что они собираются делать. Ну, у них нет охотничьей целеустремленности первой группы крови. Они просто мягко, постепенно, ровно доходят до своего. Общепринятых традиций и обычаев не придерживаются, потому что креативные и творческие. Ну, можно и так сказать, а именно сумасбродные и непредсказуемые. Психологически третья группа более гибкая и меньше других подвержена большинству распространенных заболеваний. То есть, они в принципе, знаете, что они делают? Они берут от жизни самое лучшее. Вот то, что им нравится, то и делают. Вот как нужно, так и поступают. Совсем другой тип поведения. Они могут максимально терпеть до какого-то периода времени. Конфликт не вступает, но делают по-своему и добиваются того, что все получается так, как им нужно. Они могут легко устанавливать контакты с другими людьми, потому что уравновешенные и не склонны к такому вызывающему стилю поведения, конфронтации и так далее. Открытый мир. В ряде случаев склонны к философствованию такому. Ну, самая главная черта поступает всегда так, как считают нужным. Точка. Еще одна особенность. В третьей группе крови сложно входить в контакт с представителями других групп крови. Они могут находить контакты, но иногда сложно. Тогда могут замыкаться. Вот. Но им на самом деле немножко помогает развитое воображение. И их слабое место – это стремление к независимости. Иногда именно из-за этого они становятся очень незащищенными и слабыми. Когда несколько отдаляют себя от других. Но во всем остальном, в целом, очень такая цельная картинка получается. Четвертая группа крови. Самая молодая, кстати. По которой выборка небольшая пока. Здесь эмоции и чувства берут верх на здравом смыслом и расчетом. Это мыслители. Но у таких мыслителей есть проблема. Они с трудом принимают решения. У них вообще, знаете, такое сочетание несочетаемого. Они уравновешены с одной стороны, а с другой стороны периодически довольно риски. Но самый большой конфликт, который они могут создать, конфликт с собой. Вот с собой они воюют лучше всего. И если брать характер, то по сравнению со всеми предыдущими группами крови, это самый спокойный характер. Хотя русские хорошо знают. В тихом омуте вводятся какие-то странные существа. Эволюционное происхождение. Это результат слияния. Это результат слияния чувствительных. Есть? Алёна, передайте, пожалуйста. У меня на ноги закончилась ручка. У вас на вас закончилась ручка. По самым интересным ручкам. Я буду поменять. Я иду, и записываю. Итак, четвертая группа. Это результат слияния второй группы крови. То есть чувствительные, раздражительные. Ну, такие несколько. И уравновешенных, и сосредоточенных представителей третьей группы. В результате получается очень странный синтез. Отдохотворенные, многогранные, охватывающие много сфер. Но, с другой стороны, способные распыляться люди, которые часто пытаются объять людей, которые любят кушать с мордональдцами. Объять необъятное. То есть вот здесь как раз бывают проблемы. Психологический портрет. Гуманисты. Рациональные. Способны воздействовать на большие социальные группы. Разборчивы во всем. Внешне чопорны. Иногда заносчивы. Внутренне немножко нерешительны, неуверенны. Спокойны, уравновешены. В обществе представителей этой группы крови обычно люди чувствуют себя комфортно. Отсюда как бы любовь окружающих. Могут хорошо развлекать других. Но тактичность, справедливость по отношению к другим людям. Резкость четвертая группа крови принимает тогда, когда необходимо принятие решений. Вот здесь четверошник, он обычно очень резкий бывает в принятии решений. Иногда слишком жесткий. Теперь давайте рассмотрим еще одну японскую классификацию. Это эволюционная классификация Каити Танако. Первую группу крови он называет охотник. Это от 40 до 50% всех людей. Наиболее древняя, самая распространенная группа крови. И предки этих людей вели образ жизни собирателей и охотников. Брали то, что давала природа. И о будущем обычно не заботились. Отсюда иммунная система стойкая. Но проблема какая, что в принципе после нас будет потоп. Вот она установка. Характер сильный, решительный, уверенный. Высокая подвижность, периодическая возбудимость и неуравновешенность. Как вот первая группа согласна с этими определениями? А у вас как? Тоже не про вас. Хорошо. Еще одна особенность. Болезнь переносит любую критику. И есть особенность. Хотят, чтобы окружающие быстро их понимали с полуслова и выполняли их распоряжение. Мужчины первой группы очень искусны в любви. И больше всего их возбуждают женщины недоступные. Доступные женщины им неинтересны. А женщины в этих делах тоже довольно искусны, но очень ревнивы. Вторая группа по крови – земледелец. Ну, приблизительно 30-40% населения. Как уже было сказано у предыдущих авторов, группа по крови появилась тогда, когда случились вынужденные миграции населения, и возникла необходимость переключаться на новые виды питания, которыми раньше люди не были адаптированы. А от каждого индивида здесь требовалось умение ладить, ладить, уживаться, сотрудничать в густонаселенной общине. Качество характера общительное, хорошо адаптируется в любой обстановке. Поэтому смена жительства, работы для них не сильно стрессовая. Но базовая черта – упрямство и неумение расслабиться. Согласны? Нет, с определением. Уязвимы, тяжело переносят обиды, огорчения. Мужчины-второгруппники – это застенчивые романтики. И у них склонность чувствовать материнскую заботу, а потом выбирать в качестве второй половины женщин старше себя, выбирать мать, еще одну мать. Женщины застенчивые, из них получаются хорошие жены, любящие, преданные жены. То есть здесь все ровно, спокойно, достаточно гармонично. Третья группа крови. Называется она кочевник. Кочевник. Ею обладают 10-20% населения. Появилась эта группа вследствие слияния, популяции, адаптации к новым климатическим условиям. Качество характера открытое, оптимистичное, привычное и обыденное навевает на них скуку, их тянет к приключениям. Поэтому, если есть возможность, они готовы многое менять в своей жизни, чтобы как бы вот не было скучно. Есть такая особенность? Нет у вас? Но по натуре склонны к аскетизму. Предпочитают ни от кого не зависеть. Не терпят несправедливого отношения к себе. Допустим, если к ним поступают несправедливо на работе, они могут просто уволиться. Есть такая особенность. Это резкость. Такая некоторая резкость. Мужчины-троечники донжуаны. И умеют красиво ухаживать за женщинами, обольщать. Женщины экстравагантны. Могут быстро покорить мужское сердце, но на них побаиваются жениться, потому что не верят, что они способны на трепетное отношение к семейному очагу. Ну, со временем женщина-троечница становится как раз хорошими хозяйками, верными женами. А четвертая группа крови, называет он ее «Загадка». 5% людей. Появилась она неожиданно, как по Хармсу. Когда же наконец-то кончится, и тут все сразу взяло и кончилось. Или из этой серии, как говорил Виктор Степанович Черномортина, никогда не было, и тут опять. Вот из этой серии приблизительно. И так появилась неожиданно, примерно тысячу лет назад. Не в результате приспособления к меняющимся условиям обитания, а в результате смешения индоевропейцев и монголоидов. Ой, спасибо, добрые люди. Вот, в общем, давайте посмотрим, что же здесь происходит. Встречается редко, отличается мягким, кротким нравом. Всегда готова выслушать и понять других. Натура одухотворенная, личность многогранная. Мужчина привлекает своим умом и неординарностью, очень сексуально, наверное, особенно в метро, поэтому их называют метросексуал. Но их стремление заниматься как бы любовными утехами как бы отнюдь не связано с чувствами. Им просто это важно. У женщин тоже сексуальная притягательность, но они очень, как бы сказать, требовательны в выборе мужчин, потому что женщина-четвершница, она требует очень много к себе внимания. Вот такие группы крови. Теперь по поводу заболеваний. Вот, знаете, я очень специфично отношусь к этому. С другой стороны, статистика есть, она довольно любопытная. Ну, давайте посмотрим. Первая группа крови в отношении заболеваний. Риск развития язвы желудка в двенадцатиперстной кишке по сравнению с другими группами крови. Высокая предрасположенность к почечно-каменной болезни. То есть, первая группа крови – это фактор наивысшего риска развития этого заболевания. Если отрицательный резус-фактор, здесь предрасположенность к развитию заболеваний бронхов и легких. Ну, крайний форум туберкулез, аллергические бронхиты, аллергические состояния, бронхиальная астма и так далее. Кожные заболевания чаще встречаются у лиц с отрицательным резусом, а чаще болеют гриппом А. Вот такая вот по статистике. Такая статистика. Вторая группа крови. Да, вот и те, и другие болеют гриппом как раз штамма А. Итак, вторая группа крови. Предрасположенность к гастриту с пониженной кислотностью. Язвенная болезнь встречается редко, но вот образование камней в желчных протоках и холецистит, хронический холецистит, это воспаление желчного пузыря. Это, в принципе, встречается. Высокий риск повышения уровня холестерина, атеросклероз, заболевания, связанные с повышенной свертывающей способностью крови, тромбозы, тромбофлебиты и так далее. Предрасположенность к развитию рака желудка и лейкозы, белокровия, как его называют, да, рак крови. Щитовидка, заболевания щитовидной железы. И предрасположенность к развитию почечно-каменной болезни. Почему я не очень люблю это, как бы, давать, потому что все сразу начинают на себя цеплять и искать там все заболевания. Не надо этого делать, просто это статистика, понимаете? Статистика – это возможная зона риска, на что нужно обратить внимание. Кто предупрежден, тот вооружен. Но это не означает, что это фатальность. Третья группа крови. Предрасположенность к опухолям толстой кишки. Высокий риск заболевания. Развитие кариеса, ну, развитие относительно благоприятное. Неврозы, психозы, предрасположенность к ним имеется в виду, разумеется. Предрасположенность к крапу толстой кишки. И частота встречаемости инфекции мочеполовых путей у женщин довольно высока. Это третья группа крови. Четвертая группа крови. Высокий риск повышения уровня холестерина. Частое развитие атеросклероза, заболеваний сердца и ожирения. Сюда же относятся заболевания, связанные с повышенной свертывностью способности крови, тромбозы, тромбофлебиты и так далее. Предрасположенность к неврозам и психозам. Вот как бы основные моменты. Остальное я немножко как бы не перечисляю. Здесь не существует. Теперь, на что обращается внимание с точки зрения как раз групп крови? Во-первых, создание семьи. Раз. Какая группа крови, с какой лучше уживается. Да, вот роли определенные. Они в этом плане могут оказаться достаточно существенными при планировании семьи. Ну, допустим, если у... Давайте начнем, пожалуй, с резус-фактора. Если у женщины положительный резус-фактор, а у мужчины отрицательный резус-фактор, повода для беспокойства нет. Но если у женщины резус-отрицательная кровь, а у мужчины резус-положительная, вот здесь уже возникает повод для беспокойства во время беременности. Потому что может быть развитие резус-конфликта. И поэтому женщине до того, как забеременеть, лучше сделать анализ крови на антитела к резус-фактору. Ну, какова опасность? Образуются специфические антитела, и, собственно говоря, вероятность того, что плод... Ну, понимаете, да? Итак, еще сексуальная совместимость, она определяется наличием в крови человека половых гормонов, и существует зависимость любовного темперамента от группы крови. Вы группу крови вторых половин знаете? Табличку просто выложу, не буду ее в салфе говорить. Каждый для себя там что-то свое увидит. Еще, где группы крови стали заниматься достаточно серьезно? Во-первых, в Японии при приеме на работу обязательно учитывается группа крови. Раз. Дальше. Обязательное требование при устройстве на работу указание группы крови. Рабочие коллективы создаются в соответствии с группами крови. И сюда же относится заключение брака. Вот, и очень любопытно то, что поведение людей, поведение людей мы тоже в некотором плане можем вот по группе крови определять. Вот теперь давайте немножко с вами подумаем. Вот смотрите, здесь у меня какой вопрос. Здесь у нас три представителя первой группы крови, да? Какой резус-фактор? Положительный у вас? Положительный. У вас? Положительный. То есть резус-фактор в принципе никак не влияет, и в то же время, если у вас совпадает, то у вас у обеих не совпадает, да? Или совсем ничего не совпадает? Нет, частично. Угу. У меня совпадает, не знаю, я больше тоже. У меня, у меня, прослушив, все это мне больше понравилось. Ну, больше совпадения нашла со второй группы. Ну, у вас точно первая? Была первая. Была первая, ясно. Ну, скорее всего, она и осталась. Вариантов нет. Что? Нет, и все совпадает. Ну, вот, вы знаете, с точки зрения психологии, вот, поведения представителей групп крови, действительно, здесь много любопытного есть, как бы, да? Действительно, часто совпадает достаточно. Может быть, сложность перевода какая-то сказывается, да? И вот нужно какие-то базовые вещи воспринять не на слух, но прочитать, допустим. Тогда что-то найдете такое существенное. У вас, скажите, пожалуйста, много совпадений, как вообще, или так? Ну, как-то так сразу напряглись, ну, просто так спросили. Ну, что я буду? Нет, ну, я не могу сказать, что вот мне понравится быть в социальном и в большом городе. Мне наоборот хочется отстранироваться. Адаптироваться. Ну, вы же отстранились. Вы и так сели так, чтобы немножко отстраниться, да? Вот, к этим замечательным людям. Они тут все вот. Они такой высотный дом. Ну, там свои, я так помню. Там все психологи. Вот. То есть, в данном случае, действительно, это горожане. То есть, вот, по поведению. То есть, ему, может быть, это и неприятно. Скажите, кому приятно в пробке стоять? Кому приятно ехать сейчас в пик? Ну, такие... Эта группа крови лучше адаптируется. Лучше привыкает. И как-то лучше переживает. Но вот расслабляться они не умеют. В этом их проблема. У вас многое похоже? Творческость, неординарность такая, да? Вот в чем-то вот такая вот. Если есть прямая дорога и дорога неизвестная, лучше, наверное, прямой дорогой не ходить, потому что... То есть, это вот, эта логика, вот, третья группа крови четкая совершенно. Ну, такие люди, они излишне иногда творческие. Но, с другой стороны, тоже есть. Вот. А с четвертой, как вот? Все, сочетая. Вот. Ну, вот в данном случае, это один из вариантов типологии. При этом, я бы, как бы сказать, вот, именно сексуальное вот это совмещение, думаю, не надо это услугу давать. Потом почитайте, посмотрите, что там будет более-менее интересного. Но, действительно, понаблюдайте, пожалуйста, какая группа крови у ваших родителей. Вот. Это тоже интересно сопоставить, посмотреть. С вашей второй половиной, почему вы нашли эти связи, да, допустим, вот как вы уживаетесь? Совпадает? Совпадает со вторыми половинами по характеристикам? Или вы просто их не знаете? А вот у меня с вторыми половиной не похожи, как и я, первоположительный, но к нему это больше подходит. Ну, подстраиваться приходится, и тогда вот что-то в себе приходится заглушать на какое-то время. Но в том-то и дело, что первая группа крови заглушать не умеет. Если она в чем-то заглушает, она потом все равно вот с этой дубиной побежит. Потому что это воин. И тут вот в любом случае это будет проявляться. Просто она может до времени как-то вот сидеть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok